Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Гость в студии. Радио Комсомольская правда. У микрофона Людмила Варакина. У нас в студии находится Алексей Анатольевич Придейн, начальник Департамента экономики администрации города Екатеринбурга Алексей Анатольевич. Приветствую вас. Сегодня мы будем говорить с вами про реализацию национальных проектов в Екатеринбурге. Вот для тех, кто сейчас услышал вот это самое нацпроект и пытается переключиться на другую волну, пожалуйста, не делайте это, потому что вот за таким бюрократическим словосочетанием национальной проекты на самом деле стоит пласт огромного хорошего и доброго, потому что благодаря нацпроекту у нас с вами безопасные качественные автомобильные дороги, благодаря нацпроекту у нас скверы парки, благодаря нацпроекту у нас вообще развиваются города, села, поселки, и много чего хорошего, доброго делается. Так вот, наш гость сейчас подробнее расскажет про реализацию вот этих самых нацпроектов в 2023 году. А вы поможете послушать. Вот, к сожалению, программа выходит в записи, поэтому обратной связи у нас не будет сегодня. Вопросы задавать вы не сможете в прямом эфире, но если вы напишете к нам на WhatsApp плюс семь девять пять три три восемь пять пять нот девять двадцать три, то мы эти вопросы обязательно передадим в администрацию города, и на эти вопросы, я думаю, что вы получите ответы. Итак, давайте начнем с того, что 2023 год вот буквально только что закончился, вы подвели все итоги, и вот какие же результаты этот год принес для реализации НАСПроекта в городе Катеринбурге? Ну, про национальные проекты можно говорить уже, в принципе, в ретроспективе в пять лет. То есть, я напомню, что Владимир Владимирович Путин на следующий день после избрания президентом в 2018 году подписал указы о национальных целях, из которых, собственно, и выросли национальные проекты. И вы совершенно правильно сказали, что кому-то, может быть, кажется это скучным, скучным, там, каким-то бюрократическим наименованием, хотя, в моем понимании, бюрократическая это вот госпрограмма, там, что-то еще, национальный проект отражает суть того, что, то есть, что нужно для государства, для его жителей, для нации, проживающей на этой территории. И президент сформулировал основные направления, основные задачи, цели, по сути, стратегию развития страны на ближайшие шесть лет. И, собственно говоря, вот сейчас у нас заканчивается этот период реализации той стратегии, которую президент заложил на свой президентский очередной срок. Важно, что эта стратегия, она действительно человекоцентрична. То есть, и в наименованиях этих проектов отражается желание сделать жизнь... Каждого конкретного жителя страны и города, да, лучшим. И всего у нас есть 15 национальных проектов. Город Екатеринбург, ну, в силу своих полномочий и вопросов местного значения, участвует в семи из этих проектов. Ну, я перечислю, если кто-то вдруг знает. Давайте, давайте скажем, что за проекты. Это демография, культура, жилье и городская среда, экология, образование, безопасные и качественные дороги. И вот в прошлом году мы подключились к туризму и индустрии гостеприимства. Собственно, все, что касается города и горожан, здесь отражается. И за пять лет мы совместно с федеральными властями, с субъектом федерации получили на это дело порядка 30 миллиардов рублей. Но я хочу сказать, что то, что проходило по этому финансированию, не описывает полностью ту работу, которая проводилась по национальным проектам. Она гораздо шире. То есть, те вектора, те задачи, те цели, которые были поставлены президентом, они проводились в том числе с учетом местной инициативы, региональной инициативы, региональные проекты. И более того, в сотрудничестве с нашими предпринимателями, промышленниками и общественными организациями. Поэтому, ну, о чем-то я сейчас буду говорить. Это не вся работа. То есть, об этом говорить можно долго и достаточно много. Ну, наверное, нашим слушателям не столько интересует, какая велась работа, потому что, ну, действительно, она какая-то может быть даже и нудная, потому что в каких-то случаях это была бумажная работа, отчеты, там, какие-то проекты, защита и прочее, прочее. Людей интересует, что конкретно было сделано. Вот давайте мы с вами по вот этому направлению и пройдем. Какой у нас проект возьмем, в первую очередь? Я предлагаю начать с самого финансово-емкого, жилье и городская среда. Давайте. Ну, вы знаете, что цель стояла серьезно увеличить количество вводимого жилья. Оно стоит по всей стране. То есть, вся страна должна вводить в год порядка 120 миллионов, к 30-му году 120 миллионов квадратных метров. И город Екатеринбург в этом смысле показывает очень хорошие результаты. То есть, вы помните, что в прошлом году мы ввели уже 1 миллион 850 тысяч квадратных метров. Это почти на 200 тысяч квадратных метров больше, чем в предыдущем году, который тоже был рекордный и больше предыдущего. И мы последовательно эту работу наращиваем. Но понятно, что это не просто строительство новых домов. То есть, новые дома должны быть обеспечены дорогами, новые дома должны быть обеспечены детскими садами, школами и другой всей инфраструктурой. Должна обеспечиваться соответствующая городская среда. Ну вот, я хочу сказать, что за 5 лет городом построено 11 детских садов, 13 новых школ. Это без учета того, что проводились комплексные капитальные ремонты, капитальные ремонты отдельных элементов этих зданий, те, которые уже существующие. И нам удалось серьезно нарастить количество мест как в детских садах, так и в школах. По детским садам история гораздо более длинная, чем по школам, потому что, вы помните, в 2012 году президент ставил задачу ликвидировать очередь в детские сады для детей от 3 лет. Эта задача тогда была выполнена, я считаю, успешно. Сейчас мы последовательно двигаемся к тому, чтобы сократить очередь для детей от 1,5 лет. Но здесь нужно помнить, что вообще в 2015 году у нас был пик рождаемости. И на текущий момент довольно много детей у нас как когорта населения. Поэтому и в школах у нас наблюдается в некоторых перегруз и вторая смена, которую в ближайшее время будет достаточно сложно ликвидировать. Но с учетом того, что и сейчас в стройке три школы достаточно большие. И школа на Рощинске, которая строится и в 1 сентября запустится этого года, она будет самая большая в городе. Там три спортивных зала и вообще современное оборудование. Это позволит развивать микрорайон «Уктус». Дальше строится еще одна школа в Академическом, строится школа в Пионерском поселке, там, где идет как раз тоже новая застройка массовая. Поэтому, конечно, национальный проект обеспечивает то новое строительство, которое есть, объектами социальной инфраструктуры. Что очень важно в Академическом, тот район, который у нас полностью новый, который является модельным проектом для всей страны. Нам, наконец-то, в прошлом году удалось запустить два объекта дополнительного образования. Это у нас появилось там помещение для школы имени Мосина художественное и музыкальный корпус шестой детской школы искусств. Поэтому это очень важный момент. Не просто детям дать возможность сходить в школу и в садик, но и обеспечить дополнительным образованием, художественным образованием в том числе. Там появились и спортивные объекты, что тоже немаловажно. Ну и дальше необходимо обеспечивать школу транспортом. В рамках проекта «Жилье и городская среда» были построены две трамвайные ветки. Солнечный микрорайон Академический. Академический мы запустили пока еще имеющимся трамвайным парком. Но я надеюсь, что в этом году появятся уже современные трамваи, которые разгрузят полностью это направление. И новые двух-трехсекционные современные трамваи начнут курсировать по ветке в Академический. Не могу не спросить вас, а можно ли в рамках вот этого национального проекта «Жилье и городская среда», раз уж трамваи мы запускаем, можно ли запустить, например, вторую ветку метро в Екатеринбурге? Ну, согласно транспортной стратегии Российской Федерации на текущий момент предусматривалось окончание тех проектов строительства метрополитена, которые есть. К сожалению, в городе Екатеринбурге наша первая ветка считается оконченным проектом. Поэтому в ближайшей перспективе, то есть, есть несколько городов, в которых сейчас, вы знаете, выделено финансирование, и там заканчиваются те проектные решения, которые есть, и строятся эти ветки. В этой транспортной стратегии предусматривается, в случае, если уже реализован проект метрополитена, развитие рельсового наземного транспорта. То есть, это и городская электричка, и как раз тот самый трамвай. То есть, благодаря этому трамвайные ветки нам удалось построить. Это, вообще, весьма капиталоемкие объекты. Поэтому то, что мы на них получили финансирование федеральное, я считаю, что тоже достаточно большой успех. А можно я вам еще задам такой вопрос? Транспортная сейчас перерабатывается. Посмотрим, что будет в новой ее редакции. Глядишь, может, там появится все-таки расширение объема финансирования для строительства метрополитена. Это было бы очень хорошо. Ну вот, кстати, к нам приходил глава Родженикизовского района Кравченко, и он рассказал, что по стратегии Родженикизовского района предусмотрено строительство двух станций метро. Одно в районе торгового центра Веермол должно быть, как раз где остановка вот этих самых львят трамвая. Трамвая тоже, кстати, запущена была у нас вот эта линия трамвайно-соединяющая два города спутника Екатеринбург-Верхняя Пышма. И второе – это на границе как раз вот наших городов. Вы что-то про это знаете? Ну, действительно, переговоры об этом идут. Вот там не такие большие расстояния от, получается, депо, которое находится на улице Совхозной. По большому счету, можно продлить до Веермола и до антенных полей. Сегодня идут переговоры в том числе с частными предпринимателями. То есть, по большому счету, застройщик из Мрудного Бора заинтересован в том, чтобы люди из центра доезжали до этого строящегося микрорайона, и из него выезжали совершенно спокойно. А говорить сейчас о принятых решениях пока, наверное, преждевременно, но, тем не менее, на мой взгляд, проект вполне себе реальный. Это не так будет дорого, особенно если пустить его поверху, но если позволят проектные решения. Поэтому я надеюсь, что это получится. Хотелось бы еще верить, что и от Ботанической можно было бы дальше там в сторону Уктуса пропустить. Но пока это... Да, это отличная была бы идея. Ну, подробнее об этом мы поговорим сразу же после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами на «Разью Комсомольская правда». Это «Разью Комсомольская правда». У микрофона Людмила Варакина. И мы беседуем вместе с начальником Департамента экономики администрации города Екатеринбурга Алексеем Придейным. Говорим про национальные проекты. Может быть, для кого-то это звучит не так привлекательно, но напомню, что благодаря национальным проектам в городе Екатеринбурге появились трамваи в Академический, в Солнечный, например. Появилось огромное количество школ, появились садики, появилось много чего еще. Вот есть еще один нацпроект, он популярный. Мы про него регулярно рассказываем совместно с ГИБДД каждую неделю. Этот проект называется «Безопасные качественные автомобильные дороги». Какие результаты этот проект принес Екатеринбургу? Действительно, один из наиболее важных проектов, потому что он точно так же связан с городской средой, так же, как предыдущий проект, про который мы говорили. Потому что дороги и, получается, все сопутствующее хозяйство к дорогам, то есть это тротуары и бортовой камень и где-то ливневка, где предусмотрено, все это непосредственным образом влияет на качество нашей жизни, на то, как чисто или грязно. То есть это качество уборки в том числе, потому что на плохой дороге уборку снега того же самого гораздо сложнее делать, чем на хорошей. Плюс это повышение эксплуатационной скорости транспорта и так далее. Сам проект предусматривает в том числе обновление подвижного состава общественного транспорта. То есть 117 автобусов по нацепроекту БКД были закуплены для города Екатеринбурга. Все вы их видите. Это газовые, на газомоторном топливе экологичные Евро-6 автобусы с низким полом. Там последние партии уже идут с кондиционерами. Осталось немножко научиться ими пользоваться, потому что там есть, как выясняются, нюансы, в том числе, что нельзя открывать форточки, иначе срабатывая датчик, выключается кондиционер. А троллейбусы новые тоже по этой программе пришли? Троллейбусы покупались не по БКД, они покупались по личному поручению президента Владимира Владимировича Путина. Тогда Евгений Владимирович, наш губернатор, выступил с таким предложением, президент поддержал, дал поручение, и вот, вы знаете, на этой неделе пришли последние троллейбусы. Надеюсь, они скоро все в полном объеме выйдут на линию. То есть, за прошлый год мы приобрели не 50, как предполагалось, и 51, благодаря тому, что один троллейбус нам еще подарил. Подарили, да. Наша замечательная компания Осинара. Это первый троллейбус, который они выпустили на своем вновь созданном предприятии, правда, он создан в Челябинске. Но все равно это наша домашняя компания, поэтому первый троллейбус ушел к нам. Дороги в городе Екатеринбурге стали значительно лучше. Действительно, так оно и есть. Автомобилисты нам об этом рассказывают. Вот, что будет построено в этом году? Я понимаю, что мы подводим итоги прошлого года, а вот в этом-то году есть какие-то планы, что вот в рамках вот этого самого нас проекта будет построено в Екатеринбурге, не знаю, развязки какие-то, мосты, дороги еще, отремонтировано что-то? Наверное, самый яркий пример реализации национального проекта в городе Екатеринбурге – это развязка у концерна «Калина». Да. То, что называется там скоростное кольцо или развязка по переулку Базовой, улица Комсомольская. Запустили уже одну эстакаду, вторую запустят в скором времени, и весь проект, он самый дорогой, порядка 7 миллиардов рублей обошелся, будет запущен уже в этом году. То есть полностью движение будет восстановлено со всеми, значит, ответвлениями там и прочим. Очень важно, что расшили узкое горлышко, которое было раньше по переулку Базовому перед Старым Сибирским трактом, и сейчас мы все с нормальной скоростью, без светофорного ограничения будем двигаться в сторону дублера Сибирского тракта и по дороге по Режевскому подходу. Я думаю, что это сильно разгрузит весь этот узел, и это тот проект, к которому мы очень долго на самом деле подходили, и вот, наконец-то, он будет реализован. Строится очень много улиц, в основном это все новые микрорайоны, Академический, Солнечный и Новокольцовский, поэтому там прямо достаточно серьезные объемы, 87 или 90 участков за 5 лет было введено, только нового строительства, это 1 миллион 600 тысяч квадратных метров новых дорог, плюс продолжается ежегодный ремонт существующей уличной дорожной сети по приведению ее в нормативное состояние. Всего, значит, уже несколько миллионов квадратных метров за эти 5 лет было реализовано, вот эта фреза, и нацпроект предусматривал в том числе модернизацию и замену светофорных объектов. 180-80 форных объектов было за это время сделано, в том числе с внедрением интеллектуальной транспортной системы, то есть ставились датчики, контроллеры, видеокамеры. Эта работа точно так же будет продолжаться, то есть это позволяет автоматически регулировать светофорные фазы для того, чтобы пропускать заторы, регулировать движения без участия, по сути, человека. На 2024 год запланирован ремонт 10 участков, это порядка 300 тысяч квадратных метров, это только по нацпроекту, еще предусматриваются деньги из бюджета субъекта федерации, из бюджета города Екатеринбурга, так что порядка 600-700 тысяч, как мы ежегодно ремонтируем, так и будет сделано, и будет модернизировано еще 8 светофорных объектов. Вообще, я хочу сказать, что по ремонту дорог, реализация национального проекта, та система, которая выстраивается, очень жестко регламентируется время заключения контрактов, время начала работ, время окончания и отчетов по этим всем моментам. Важно, что мы уже отыграли большую часть этих конкурсов, и как только наступят благоприятные погодные условия, возможно, что даже в конце апреля или в начале мая, у нас подрядчики уже выйдут на работы, чтобы не перекрывать единый момент, как раньше это было в июле, весь город будет делаться этапно, до октября месяца, до окончания строительного сезона. Хорошие новости. Нет, но это уже делалось и в прошлом, и в позапрошлом году. Если кто-то не заметил, обратите внимание, обязательно в этом году. Работа настраивается, мы не стоим на месте и продолжаем совершенствоваться. Ну, про этот нацпроект можно говорить очень много, очень много было сделано, но время нашей программы заканчивается. Хочется поговорить и про другие национальные проекты, вот в частности про демографию, тем более, что этот год – год семьи. Какие результаты, что было сделано? Ну, по демографии, так же, как и по проекту «Жилье и городская среда», так же строились детские сады и школы. Ну, о чем мы уже сказали в начале программы. Но единственное, что «Жилье и городская среда» предусматривает все-таки больше строительства в новых районах, этот проект говорит о развитии в целом системы, в том числе в сложившихся районах застройки. Кроме того, по этому проекту оказывается серьезная поддержка спортивным формированиям командным, то есть обеспечиваться оборудованием, инвентарем, обеспечиваться участие команд в различных соревнованиях, их тренировочный процесс. Организованной проводится то, что называется система ГТО, готов к труду и обороне. Все это направлено на популяризацию здорового образа жизни, спорта, физкультуры и увеличение числа людей, регулярно занимающихся физкультурой, спортом. И мы видим, что цифры очень серьезно растут, и у нас порядка 74% населения так или иначе вовлечены в спортивные мероприятия, как регулярные, так и разовые массовые мероприятия, это забеги, и лыжня, и майская прогулка, и прочее, прочее, прочее. Это очень важно, это непосредственным образом влияет, в том числе, и на продолжительность жизни, и на производительность труда на рабочих местах наших людей. В целом, на 2024 год по этому проекту запланировано строительство объекта второго очереди Датюк-Ирены. То, что на юности сейчас строится, это еще дополнительная ледовая площадка и развитие хоккея, фигурного катания и беговых видов спорта, то, что на льду. И будет продолжаться дальше поддержка наших команд, так что я считаю, что здесь будем продолжать развиваться. Ну, к сожалению, время действительно нашей программы подходит к концу. Не удастся нам поговорить и про другие национальные проекты. Вот, например, про экологию, допустим, да, и поэтому нужно будет еще сделать эфир, а то и не один. В конце могли бы вы свое мнение высказать по поводу перспектив дальнейшей реализации вот этих самых нацпроектов? То есть все, они завершаются, они заканчиваются или они будут как-то пролонгироваться? Будет, ну вот, нечто новое, новые проекты, новые деньги, новые какие-то вещи для того, чтобы города, и в том числе Екатеринбург, могли получать, соответственно, возможность быть и жить в красивых местах. И дороги были новые, и детские сады, и больницы, и все остальное. Вообще, был огромный запрос со стороны как населения, так и органов власти, субъекта Федерации городов, о продлении проекта «Жилье и городская среда». Ну, шутка ли, в городе Екатеринбурге мы за 6 лет 6 крупных парков благоустроили благодаря этому национальному проекту и большое количество небольших объектов. И президент этот запрос услышал, и уже продлен проект до 2030 года. То есть он будет работать так, как и работает. Ну, недавно провели снова опрос, значит, сформирован опять шорт-лист по 8 объектам, которые будут выбираться в этом году для благоустройства. Поэтому эта работа будет продолжаться. Мы ожидаем, что после выборов работа будет продолжена, может быть, с какими-то корректировками. Но в целом, я думаю, что курс должен быть сохранен в силу того, что, как я уже сказал, это то, что необходимо для поддержания и улучшения качества жизни, качества проживания нашего населения, улучшения городской среды, улучшения социальной среды, ну и прочих вот этих аспектов. Поэтому я думаю, что все это будет продолжено. Так что мы полностью этот курс будем поддерживать. Спасибо. Мы беседовали с Алексеем Придейным, начальником Департамента экономики администрации города Екатеринбурга. Меня зовут Людмила Варакина. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать радио «Комсомольская правда», ну и делитесь своими новостями. Пишите нам сообщение на WhatsApp плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять двадцать три о том, что вы думаете, как изменить жизнь горожан, как изменить жизнь уральцев. Мы обязательно все ваши вопросы и предложения в администрацию Екатеринбурга будем направлять. Всего самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова